У соседей есть со слухом музыкальный пёс Гаврюха. В гости я к нему хожу, я с Гаврюхою дружу. В Красноярске издали удивительную книгу «Город моего детства». В неё вошли произведения трёх десятков авторов, в том числе непрофессиональных. Именно этим книга и уникальна. В сборник вошли в том числе сочинения писателей и поэтов из народа. Автор проекта Дарья Масонова рассказывает, она кинула клич по социальным сетям и получила массу откликов. Многие из предложенных произведений пришлось отсеять. Кто-то в своих рассказах обращался к маленькому читателю слишком надедательным тоном, кто-то, напротив, через чур с ними заигрывал. Но детская литература не терпит этого, объясняет Дарья. Каждое произведение должно идти от сердца, и для этого нужен особый настрой. В сборник вошла её сказка о двух рыжих собачках, которые решили делать добрые дела. Она вспоминает, как сюжет появился на свет. Вот у меня было так тяжело, и когда Мишка был в реанимации, мой ребёночек, мне хотелось что-то создать такое вот хорошее, доброе. Я вот написала сказку, она сама ко мне пришла, эта сказка. Я не хотела, я не думала о нём, будет она издана, кто её прочитает. Но это внутри проросло, вот как свет. Я подумала, что, малыш, ты вот родился, а я тебе посвящу такую сказку. То есть вот такой диалог внутренний был. Поэтому, я думаю, наверное, с этого начинать. В каких-то моментах вспомнить своего ребёнка, который внутри каждого сидит. Сказки о принцессах, о бурундучках и о морозной полярной ночи. Множество стихов на самые разные темы. Есть произведения, посвящённые Красноярскому краю. Но большинство сюжетов – это не устаревающие истории о дружбе, приключениях и взаимовыручке, о родителях и детях. Меценат Наталья Сипетая, не раздумывая, поддержала проект. Буквально накануне она забрала весь тираж из типографии и сразу прочитала книгу «От корки до корки». Это хорошие стихи, хороший слог. Это стихи, которые касаются, ну, обычной жизни повседневной ребёнка. И я, в общем, когда читала сама, я почувствовала себя как бы этим ребёнком, который вот в стихах обращается к родителям. Книга «Город моего детства» поступит во все библиотеки края, пообещали организаторы. Небольшая часть появится в продаже в красноярских магазинах. Но это только начало. Сборник ждёт интересная судьба. Наш писатель Михаил Тарковский будет представлять Красноярский край на днях русской книги в Париже. Один из двух регионов России всего лишь принимает участие. Тульская область и Красноярский край. И Михаил Тарковский отдельно оргкомитетом Дней русской книги приглашён на это мероприятие. Я думаю, что мы найдём возможность для того, чтобы презентовать книгу красноярских детских писателей обязательно на днях русской книги в Париже. Познакомиться с этим произведением смогут все жители нашего большого края. Уже сегодня вечером электронную версию книги обещают выложить в сеть интернет. Анна Московских, Александр Ермошенко. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok